шалом здравствуйте друзья здравствуйте друзья евреи господа у нас урок сегодня еврейское поведение цикл еврейское поведение называется наш урок к тебе пришла заповедь именно к тебе пришла заповедь не ко мне а к тебе сама заповедь будет так формулироваться заповедь про заповедь да если заповедь пришла к еврею то пусть ее не упустит так написано в наших книгах не дай бог сегодня кстати мы поговорим про такую вещь как знак с неба добрый знак с неба вы умеете читать знаки которые попадают в нашей жизни знак небеса чем говорят да сегодня будем говорить про одну особенность не просто как увидеть любой знак в этой жизни в любом событии знак в любом событии который с нами происходит поэтому ничего не случайно нет ничего случайного вокруг нас обоим хотя специфической вещи одной специальной вещи которые о которой будем сегодня говорить с божьей помощи и так если заповедь пришла к еврею то пусть он ее не упустит почему то что она может и не вернуться недельный раздел в ира я надеюсь что мы надеемся что не будет вывешено это на сайте толдот сейчас связи с переездом всякие пертурбации происходит так или иначе у нас недельный раздел в иран который идет после раздел который был перед этим лех лихада почему и в самом разгаре разгаре повествования про семью авраама авина нашего отца и я не вижу это ничего поэтому это хорошо это очень мелко из эр восемьсот семьдесят два и такой кодовый назвать москва скорее сюда шланг реброван и еще что у нас там есть и больше ничего нету кроме каких-то какая-то ненормативная лексика идет латинскими буквами да воира программа вина в берешит недельный раздел берешит книга или раздел в ира книга берешит 18 глава 5 стих что-то у всех все невесел настроение потому что так написано там так написано пришли три путника три бедуина проходили мимо шатра нашего праотца авраама вы знаете что нужно говорить праотца не праотца да праотца авраама это московский говор и он сказал заходите ко мне я вам воды дам накормлю он их уговаривал зайти прямо на сайт настоящим образом уговаривал москва конечно о поэтому праотца он уговаривал и такую фразу сказал очень интересную такую фразу так он их уговорил потому что именно для этого на хэн поэтому именно для этого вы прошли мимо своего раба мимо меня именно для того чтобы зайти ко мне это смысл вашего нахождения здесь он их уговаривает зайти к нему в дом отдохнуть и аргумент у нее такой для этого вы тут и проходите как можете пройти мимо не зайти ко мне если вы для этого тут и проходить чтобы я вас пригласил к себе немножко странный аргумент согласитесь раш так объясняет потому и прошу вас зайти ко мне поскольку для этого вышли мимо меня они общественно может быть не 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 за это разве это вообще аргумент то есть получается что надеялся что после таких слов он что они к нему зайдут на рыбаре ник по названию twingo а напишите с какой высоких мест мы находим с удовольствием слушаю ваши уроки а я с удовольствием даю вам уроки рэп твинга напишите откуда вы так познакомиться сейчас может быть развитый аргумент послушайте меня арея не отвлекай меня экраном проходят люди он их уговаривает видно что уговаривает они не собираются к нему зайти он будет но для этого и проходите мимо и что и они почему-то этот аргумент приняли сказали да так и сделай как сказал то есть согласны они сказали нет не для этого мы заходим так они не сказали не сказали так и сделай как сказал согласились с аргументом но разве вообще хозяин хозяину дома можно сказать такую фразу накорми нас как только как ты только что сказал из киева мой любимый город давайте вот что сделаем то чем москвичи мне пишет авраам приглашает англов из любви к саду а мы читаем текст и в тексте написано что они проходят мимо любовь не любовь но он их приглашает к себе почему это является аргументом можно я вопрос какой за так задают вопрос наши комметаторы и они с ним согласились это на этом чтобы устроиться наш урок они с ним согласились сказали год накорми нас как ты только что сказал но вот что сказал авраам на самом деле но такой фраз сказал это нужно объяснить в мире и нет ничего случайного любое даже самое мелкое событие которое происходит с человеком в мире это не что иное как особое квана да особое намерение творца называется ашгаха протит с ним с этим человеком что-то делают любое событие содержит вот этот внимание творца к человеку и у этого события вот этого микро да называется есть некоторые цель она не случайно эта вещь которая сейчас пришла эта ситуация есть некоторая цель и поэтому если в такой жаркий день вы оказались проходящими мимо моего дома тут явно не случайно и для вас и для меня ангелы они или не ангелы это у меня извините еще бабушка на трое сказала причем то что некоторые пишут что вообще никого не было это видение некоторые пишут что это были бедуин потом оказалось это много чего есть из разных мнений оказалось что они ангелы знал он или не знал но вы знаете что вы тоже не случайно идете для вас это знак свыше вот что хотел сказать это симан миша маем знак для меня чтобы я вас принял и тогда из этого знака видно что это моя обязанность моя заповедь и я не могу отказаться и от этой заповеди и не ее не исполнить вот таким аргументом они согласились и зашли к нему в дом часы сделаны пожалуйста ли зашли к нему в дом это означает да это твоя заповедь вот и выполняй как только что ты сказал ты назвал эту заповедь да вот и и выполняли высоко полностью согласно и в мире ничего случайно нет ничего случайно и поэтому в каждом событии вокруг нас есть некоторое что некоторый знак для нас а именно важный момент знак для того чтобы что сделать хэссет как только нам что сообщили из москвы авраам был хэссет и это мы учим не из из хака не из такого а именно из жизни авраама отсутствие дает что каждый раз когда мы увидим не случайное событие в нашей жизни а любое событие не случайно только дело увидим или не увидим сейчас мы на этом тоже будем говорить знаем что здесь есть некоторая возможность сделать заповедь и поэтому ты не пропускай ее а мы об этом сказали заповедь пришла к еврею он я должен увидеть рассмотреть и не упускать он не может сказать что кто-то другой сделает отсюда между прочим каждый бедняк который обращается ко мне он обращается ко мне если я вижу это и мне нужно сделать заповедь какую дать ему деньги история первая история от мор из гур гурский рэбэн раби авраам мордхэ автор знаменитей же книги которую мы и сейчас учимся называется и мрэй эмэд он сам не из лодзи но в лодзи разразился большой скандал было много разных людей вылечены но не спор стенка на стенку у евреев не бывает такое бывает конечно тоже но только неприятности всякие скандалы а это вещь возникла следующим образом один бедняк снимал сухарда снимал квартиру дом ухода богатого человека маскир этот один съемщик один арендатор один дает в аренду а автор снимает квартиру и у него так получилось что у него нету что не было денег заплатить и он один раз пропустил плату 2 раз пропустил плату и дошло дело до того что этот бедняк получил предупреждение от этого богатого человека съезжай с квартиры пора тебе съезжать иначе кто-то его начал защищать кто-то начал наезжать на богатого человека он будет вообще-то я не единственный квартира владелец тут многие так делают если никто не будет ничего платить и мы разоримся и вообще все разорится так не делается но кто-то требовал хэса да за чужой счет не знаю так или иначе было много шума и настали праздники наступили праздники пришли праздники еврейские швот люди лодзи это гурский хасида и они поехали к тему к своему рэбе рабе аврааму морт хадмору из гур гурский рэбе и он тоже приехал в швот к своему рабу швот 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 швойс и тот его вызвал к себе на разговор тот к нему пришел это отдельно в сторону или дома и в сторону они отошли и он сказал что ты не имеешь права выгонять бедняка ты не имеешь права выгонять бедняка богат спросил но если так я сделаю как рэб сказал ну почему я должен один нести расходы потому что он бедняк пусть рэбе разделит эти расходы между богатыми людьми которые сейчас тоже приехали сюда почему я должен это не я с удовольствием воду 10 10 богачей богатых людей десятую я заплачу то есть одну десятую не возьму а остальные богатыми и заплатят ведь мы вместе в этом участвовать адмор сказал следующую фразу если всевышний дал именно тебе это случай не другим а именно тебе то ты должен исполнить заповедь хасида не проходи мимо нее держи и об этом говорится в трактате гитин гитин мешна в гитин на листе 42 лист первая страница вы знаете мы обучим что у нас кроме этих уроков еврейское поведение сейчас есть на сайте идут уроки видео уроки по трактату гитин я даю уроки заходите легко можно найти мы еще недалеко ушли четвертый урок был записан и можно с первого урока учиться с нами там начнется с двадцать четвертого листа мы проходим медленно идем получая удовольствие я бы сказал с удовольствием учимся очень нудно то есть очень приятно сейчас только была запись такого одного урока а здесь вот гитин 42 лист там так написано послушайте интересная запись какая есть человеку который на половину раб на половину свободный человек бывает такое два человека купили раба еврейского раба и он на них работ один из них проснулся на совести ли он разбогател одно и то же и он его освободил второму он тоже предложил его освободить этот отказался и поэтому нас работает раб который на половину раб она плен свободный человек есть такой статус он выполняет половину работ которые возложены на раба обычно у этого человека половину работы на себя так иначе это неважно главное что есть такой у него статус так вот там так написано нужно давить кофим да называется давит на хозяина чтобы он его освободил вы заметили давит на хозяина чтобы он освободил его они на богатых людей этой общины чтобы они его выкупили есть такие случаи попал человек в рабство давит на богатых человек собирают деньги для выкупа пленных давит на всех собирают деньги или для устройства свадьбы бедной невесты бедного жениха давит на всех собирают там хуй это кайра такая да деньги на пропитание или виде пропитания на тем кто приходит к нам наше местечко но чем богаче человек тем больше с него потребует а здесь не ставят именно на владельца этого раба для чего чтобы он освободил заповедь митва пришла ему а раз митва пришла к нему то предлагается выполнить вот только этому хозяину что означает пришла к тебе заповедь хэсэда не перекладывай ее на других так поставил адмор изгур я не знаю на самом деле это ли общее его решение так поступал ли он со всеми может быть как только узнали что наши рабы изгур знаете случай да хаимка бедняк продолжает жить уже четвертый месяц кстати не сказано какой срок этого хэсэда можно разориться может быть сейчас все остальные узнают что наш домовладелец получил распоряжение нашего рыбы и можно жить и бесплатно он разориться будет только хуже всего он продаст свои дома не знаю но вот в этом случае это было сделано так я боюсь что боюсь догадываюсь был сделан очень просто он обратился к доброму еврею сказать слушай ты добрый человек и так и так ты делаешь очень много хороших полезных дел я очень прошу ты же понимаешь ты же видишь это я поступил на твой месте именно так помоги этому человеку и прости его пускай проживет несколько месяцев это называется очень простая вещь приходят люди к раввину и спрашивают что мне сделать в том то в таком то деле требовать чтобы мне вернули долг или не требовать и раввин отвечает да ты имеешь право требовать вы слышите есть несколько форм вопросов у раввинов так заодно приходит один человек говорит я имею право потребовать у него деньги вторая вещь мне нужно требовать деньги а третья вещь еще интереснее равв на моем месте потребовал бы от него деньги и получит три разных ответа люди получают ответ на тот вопрос который не задают а потом ходят говорят наш раввин постановил поэтому понятно что есть закон конечно же ты имеешь право потребовать деньги это твое право но не твоя обязанность потребовать деньги человек который еще не вернул в долг но если ты высокого духовного уровня как шутка духовный уровень кстати между причем до духовного звания которые их религию духовного уровня любишь людей бальхэсет то тебе полагается проявить ты обязан это уже говорили на эту тему итак наше правило какое правило делай заповедь которая пришла к тебе лично ты делай а не обращайся к остальным богатым людям нашей общины она знать это заповедь так легко учиться из откуда из какого танахи где об этом написано про эстера мардыхая прямо написано бомфураж называется прямым текстом мардыхаем когда возникла опасность от амана который возвысился приобрел власть и уже не просто задумала а начинает реализовывать свои страшные зверски фашистские аманские планы по отношению к нашему народу пришел мардыхая к стр и сообщила и дал сообщить и шме сообщил он ей что надо пойти к царю и уговорить его чтобы что чтобы он принял жалобу на амана амана и чтобы он что отменил эту газ но что-то делать сообщили она сообщила что это вообще очень рискованное предложение на рискует многим вплоть до смерти у нас тут древний мало то что ближний восток у нас еще и древний ближний восток тут убивают всех кто пришел к царю без приглашения и он сказал такую фразу он не сказал нет он тебя не убьет я пророк я вижу нет не так сказал он такой фраз сказал это четвертая глава 14 стих в могилат эстер кто знает разве не для этого ты получила царствование молхут свете он увидел в непростом событие то что она случайно стала первой среди всех женщины этого царства царицы да еще и любимый может быть и для этого она красави получил это пришла к тебе заповедь спасти евреев спасибо и ведь он сам знал и сам такую фразу сказал послушай если ты откажешься то спасение удачи придут к евреям из другого места если не поддержка царю все будет в порядке с еврейским народом все будет в порядке пропадешь ты и пропадет дом твоего отца возможно азовский наш дом но спасение придут и тем не менее все равно он сказал что что нам петли сделать кстати можем очень вопрос такой вот я обращаюсь в москву и в киев хоть просто а в силу каких таких заслуг придут спасение удачи придут к евреям из другого места то есть не ямор дыхание тестер сделать это спасение силу каких заслуг у вас есть ответ я говорю это ответ в силу того как написано в тактате могила 16 лист 1 стих 1 страница я давайте так скажу могила 16 это заин да сами посмотрите ладно или все таки сказать тут у нас есть женщина который в геморр не полезут там так написано в силу того что наши дети учат ору из-за одного этой вещи спасение близком народу придет тем не менее спасение может прийти но он потребовал а тестер чтобы что чтобы она рисковала собой пошла к царю потому что очевидно что заповедь спасения пришла к ней и она обязана это сделать вот его аргумент вот мы выучили наши правила из из магида тестер и это означает что человек должен сделать некоторые усилия и штадлут и штадлус мы еще говорим да которые сопровождаются сопровождается чем сопровождается самопожертвованием мастерут на фэш и только это приведет к успеху всей этой миссии всего этого процесса вот если я просто постараюсь и сделаю что-то может быть удачи может не будет удачи но если я сюда вкладываю мастерут на фэш я рискую а рисковать вообще запрещается знаете рисковать пиковых на фэш нельзя но есть такие ситуации когда нужно пожертвовать но может быть частью своего имущества может быть часть своего времени своими деньгами кто вообще-то принципе нужны у нас нет лишних денег совсем уж лишних денег нам деньги но очень нужны на том чтобы раздать знаком много вещей нужно а тут кто-то пришел попросил и мы будем чувствовать себя за некоторое стеснение это называется самопожертвование любая вещь является если ты отдаешь ее она твоя самопожертвование кроме времени изучения тора этим рисковать нельзя есть несколько историй когда человек этим рисковал пожалуй свое время на изучение тора и только это приведет к успеху всей миссии так мы сказали да вот еще есть примеры кстати между прочим нахшон он 1 вошел в воду и еще море не раступилась явный риск его попытался сделать и штатус то же время заповедь пришла к нему почему-то он оказался в первых рядах он и должен идти в первом ряду получает от того что он руководить один из руководителей народа он получает не только удовольствие славу власть что там еще бывает из-за чего люди хотят властвовать из-за самоутверждение нет он еще и получил что обязанность и он вошел в воду пришла заповедь тебе иди и еще а вот еще классический пример да хашмана им мы стоим сейчас у нас мархешва скоро кислев у нас же скоро ханука это люди рисковали собой они попытались что-то сделать почему-то руководители народа путить ягу дом главного священника и хотите или не хотите они поднимают восстание они говорят ну кому нужно кто-то смелый сильный понимаете я боюсь что вообще-то то что эти сыновья мы титья у первого священника оказались сильными мощными со слонами воевали это выяснилось на время только битвы до этого знали что семья и семья ничем они особенно меня отличались на этот не древний грецкий олимпиаду проводят где меряются силы кулачными боями здесь ничего это не было тора учили тора учили соблюдали заповеди пасли кос овец тут жизнь была очень просады еще и под римлян под римлянами поэтому проявили не себя и именно во время этих восстаний этого этих боев а до этого они также искали как все остальные прочие всевышний помогает людям которые что делают которые люди которые пытаются выполнить заповедь тяжелых условиях когда к ним приходит в руки к ним приходит и штатус да еще и рискуя многим называется мастерут нафиш всевышний таким людям помогает и таком народу помогает и так мурдыха рассуждал следующим образом нет ничего случайного ты у нас оказалось что власти ты получила корону и явно для какой-то высокой цели и скорее всего это спасение народа почему потому что только царица ты можешь спасти народ как раз по царскому уровню поэтому пройти мимо такой возможности что преступление и царица спасти народ проще чем другим людям не которые не получили власть невознесенной к властью на самом деле ведь я сейчас мы рассказываем сейчас не про истера мурдыха а про нас с вами а именно каждый раз когда пришла ко мне заповедь сейчас мы скажем что это такое то делать придется я делать нужно делать это наша обязанность и вывод такой правило такой правило согласитесь со мной или нет в киеве в москве ничего никого из америки нет из европы что такое любое событие которое пришло к человеку который возникло вокруг человека любая ситуация возникла у человека и которая указывает на необходимость сделать доброе дело сейчас мы знаем как то увидеть можно как работает небеса знак с небес до должен сделать именно он они откатся от него перекладывая это обязанности на других людей правило простое это есть знак с неба о том что именно ты получил и право и обязанность получив право получаешь и обязанность сделать хэсет это связано с хэсетом и впервые мы это правило выучили кого у авраама ну второй рассказ который у нас сейчас здесь есть что-то мне мешает прочесть какой там стрелочка какая-то не в силу ли обещания данного аврааму всевышним сядет способ спасти еврейский народ не ну и понятно хорошие слова вот я вот узнаю моего друга из москвы ими я не знаю r872 конечно же силу обещания но все очень как обещал также можно через сорваться поэтому хочешь не хочешь каждый раз к авраам вступал в новое испытание исполнял новый новую трудную задачу он никогда не был уверен что он сейчас с ней справиться можно упасть откуда я знаю что не был уверен да потому что хариди хариди ортодокс да человек который боится чего греха у нас этому и научил ведь у него же хэсет не за пределом добра и зла а у него в том-то и заключается что его самоотверженность была именно в границах добра и поэтому он рискал и жизнью то есть он не безудержно хватался за любую вещь и говорил все уж не мне обещал все это сейчас будет исполнено исполнено то будет но бывают такие случаи и муж и рабейну страдал до этого и цари шла мой муж и все праведники уровня очень высокого я бы сказал такой уж как и авраам авин у них приходит к нам вот в хануку ханку суккот они там за приходили все семеро них нельзя сказать то выше кто ниже они страдали всякое бывало в их жизни и никто никогда не знает что сейчас делаешь поэтому не в силу обещания данного аврааму всевышний вся найдет способ а именно из-за того что ты выполняешь все это и ты не опускаешься ты боишься не выполнить твою заповедь и ты боишься нарушить запрет так можно аккуратно сказать сейчас старайтесь аккуратно говорить я сам себе это говорю такое правило да очень часто бывает что в запале разговоре или написал или сказал а потом люди заметят обратят внимание и будешь оправдываться скажут ошибся история следующая номер два га гриз знаете га гриз или гриз чего можно сказать да гриз я не слышал пишут гриз рамо если он тоже гарамо да а рамбам говорят рамбам так или иначе га гриз гриз кто такой раби сагзеев словечек умер в 1959 году почему ты запомнился он жил швейцарии швейц перед первыми перед второй мировой войны и к его учеников в близке он близкиров раввин из близка без китовски и он приехал в швейцарию чтобы вылечить в тамошних клиниках кого вылечить своего сына у него сын заболел и оказалось что деньги не были но дороже и дороже и денег не хватает на этот курс лечения и он большие расходы у него деньги кончились и раф словечика гриз обещал ему помочь очень приятно андрей а меня зовут рувен некоторые пишут рав рувен ну можно и рэб рувен да мне нравится дальше да где дальше у нас срок не отвлекаемся ну не мешайте же мне арея что такое и он обещал ему помочь родного брата который старшего на 10 лет и он обратился к ним и те согласились и сказали ну соберем у нас есть люди помощники соберем деньги и как только придут в руки агриза что квитанции для оплаты там каких-то медицинских страховок медицинских операций что там у вас происходит мы оплатим если вы только достанете вещи нужно поехать в клинику взять эти документы агриза сказала нет теперь это уже их заповедь они взялись ее исполнять а именно они сами должны побеспокоиться как добыть эти квитанции поехать договориться и на их имя написать там вот все такое условие мы оплатим если она будет открытой мы впишем свое имя банки работали тоже в то время везде банки работали и везде банки работают но в москве тяжело с банками всех остальных местах поэтому так сказал заповедь хэссада вам придется выполнить за миг себя пойдете в банк заполните квитанции оплатите и вам придется их выполнить полностью не перекладывая на других то есть пожалуйста можете собирать эти деньги вы должны делать до конца это называется правило написано книги про и сака за его раби сака за его словечка там вот сказано это правило которое звучит так уж если ты начал выполнять заповедь доведи до конца еще несколько правил только тот кто завел заповедь до конца она будет записана за ним тут он начал еще нет тут много разных рассуждений есть но правило моральное правило мусарные до мусарь от мусара начал заповедь доводи до конца не бросая ее это означает мы говорим с вами про знак с неба что это означает рабаре что если ты услышал или узнал что то не только это что то увидел а и увидел тоже и ты увидел что то все это не случайно это называлось помните сейчас были да знак с неба вот сейчас я приведу несколько примеров истанаха сегодня я выписал что такое добрый знак мы с вами повторяю не будем говорить о знаке как любое событие содержит в себе некоторый знак ремес да некоторые намек может даже приказ с небес это надо уметь читать это я не знаю мистика не занимаюсь знаю конкретные вещи есть вещи которые называются добрый знак призыв тебя к чему к небу как он работает надо его рассмотреть надо его увидеть как рассмотреть ну если правило очень просто кто хочет тот увидит кто хочет увидеть тот увидит сейчас я покажу как это работает смотрите как это работает это все из книги на рала лазаро ман шах равы шаха он так сказал в книге берешит в 24 главе 4 5 стих 24 глава уже помню о чем там рассказано да это акидат исхак взял авраам исхака огонь дрова погрузил на осла воду взял а чем воду ну для двух вещей пить в дороге да и еще там правда речки были потушить костер там уже будет костер сейчас же жертву зажигать придется ола и он взял и еще двух юношей да медраж рассказано что это был элезар его слуга и шмель ну так иначе двух юношей они шли и вот он увидал авраам мы догадываемся что исхак тоже увидал медраж тоже пишет об этом увидал гору на которую они шли и он сказал видите ли вы что-нибудь что увидите и они сказали что ничего мы не видим нет ничего на что авраам им сказал раз не видите вот сидите здесь вместе с ослом а мы сейчас поднимемся в город вернемся то есть это werden этот знак не для вас то что мы видим вы не видите осел тоже не видит кстати вместе со ослом будете сидеть если бы осел увидела вы нет то осел пошел бы с нами это святой для него знак для того кто его видит знак с неба мы с исхаком его видим значит он дан только нам и раз мы видим только мы его и видим значит продолжать путь будем только мы Дальше вам уже нет пути. Это Раф Шах привел. Что такое знак с неба? Он дается только тому, кому он дается. Несмотря на то, что вообще человеку нужно стараться увидеть хороший знак. Но даже если он не старается, сам вошел, и он его увидел. Правило для нас очень простое. Молодые люди. Я что-то увидел, я считаю, ух, это знак для меня, это точно знак для меня. Остальные могут и не замечать его. Со сами фараоны то же самое. Их разговаривал Иосиф. Сейчас вообще на самом деле в Танахе, может, я сделал сами эту операцию. Везде написано, что кто-то что-то увидел, другие нет. Это будет знак с неба, добрый знак с неба. Хартумим. Кто такие Хартумим? Это колдуны. Халдеи, да, еще называют их почему-то. Из фараонской академии наук. Колдовства. Они разгадывали его сны и пытались разгадать. Фараон, они пытались разгадать. Они разгадали. Но фараон их ответа не принимал. Говорил, нет. А почему принял объяснение Иосифа? Чем особым было объяснение? Очень много есть ответов. Но обратите внимание на следующее. Потому что Иосиф увидел во всем этом знак с неба. Есть такое правило. Хазаль, сказали наши мудрецы. Такое правило. Сны царя. Все, что снится царю, это касается не его лично, как человека, а царства. Общее правило. Если вы будете раввинами, запомните, сны раввина касаются, это я просто обобщаю, касается чего? Касается его общины. А вы муж семьи? Муж и отец семьи, да? Ваши сны будут касаться всей вашей семьи. Как правило. Всякое бывает. Вообще, я про сны сейчас еще несколько раз скажу. Я говорю только про значимые сны, да? Есть еще и незначимые сны, про амбаму. Сны пустые. Не нужно поздно кушать после восьми вечера, не нужно кушать перед сном. И тогда сны будут значимые. Один человек мне сказал, я вот наоборот буду кушать, чтобы не бояться своих снов. Пустые сны, вот и хорошо, я их не буду бояться. Смешной такой ученик был. Так сказал Иосиф, он так сказал. Всевышний сделал, араа, показ, да, видение через фараона. Кому? Всему царству, это означает. То есть, только фараону полагается этот сон. Чтобы через него показать, что нужно делать для всей страны, которая называется страной Египта. Это называется знак с неба. Общее правило такое. Человеку показывают с неба, дают увидеть в ситуациях, которые происходят вокруг него, личные ситуации. Только то, что ему нужно увидеть для дальнейших действий. А поэтому нужно это уметь разглядеть. Есть опасность, на самом деле, это я от себя говорю, это не в книге Равшаха. От себя говорю. Начать видеть знаки с неба во всякой мелочи. Ну, во всём. Сидите, человек смотрит, ой, какое облако, смотрите. Вот такая-то у него, такая-то конфигурация. И поэтому это вот, что мне нужно сделать. Но может быть, нужно это сделать, может, нужно сделать другое. Так можно вообще уговорить себя делать то, что ты хочешь. Всё можно уговорить себе. Или видеть в любом пустяке. Понятно, что любой пустяк пришёл не случайно. Но вот, например, Рамбам, всё-таки сейчас скажу, сказал о снах, что они не всезначимые. Что большая часть снов пустые. От перегруженности желудка, который давит на что-то там. Или от заботы в сердце. Так, язык Рамбама. И поэтому не надо видеть обязательно знак с неба в любом из этих снов, из своих снов. То же самое бывает в ситуации. Бывают просто ситуации. Нельзя быть мнительным. Понимаете, да, о чём я говорю? Потому что так можно прийти вообще, как вода зора. В любой ситуации видеть обязательно то, что ты хочешь увидеть, а не то, что хочешь увидеть, как знак с неба. Например, простой пример. Увидеть медак и наггет медак. Ну, бывают тяжёлые вещи. А именно. Мы уже говорили на этом тёме несколько раз. Человек что-то сделал и не знает, хорошо он сделал или плохо. В любую сторону. Обычно приводят примеры плохого дела. Своя с него мучается. А были у нас примеры и хорошего дела. Сейчас могу сказать, если было бы время, эти истории, когда человек не знал, хорошо или плохо. И в будущем, через некоторое время, было показано, что да, это считается хорошо. Но сейчас мы будем говорить, например, о неприятностях. Почему-то проще с неприятностями всегда. Хорошее дело не является погонялым, что ли, загнать человека, сделать что-то проще угрозой. Так мир устроен. Поэтому приходится людей наказывать с небес. Потому что награду они очень быстро говорят, а нам полагается. Мы не будем стремиться к награде. Так, значит, следующее произошло. Человек сделал некоторое дело и не знает, хорошо он сделал или плохо. Мы говорили на эту тему. Но осталось некоторое, пусть и вкусие, что ли, запах. Рех, массе. И потом он попадает в другую ситуацию, в которой прям точно возникают такие же вот... Другую ситуацию, в которой ассатин возникает та же связь с этим делом. Например, это произошло у моря, был запах йода, и здесь то же самое, а здесь явно плохо. И он говорит, о, плохо мне пришло, почему? Меда, коннегер, меда. Вот этот вот запах моря нужно было увидеть. Это же называется знак с неба. Он его объединил по этому маркеру, объединил с тем событием, о котором он не сдал какую-то оценку дать ему. Это называется иметь глаза и увидеть на самом деле. Знак с неба. Еще раз скажите, а знак с неба не будет повторяться? Обращаясь к праведнику, Всевышний приносит его имя. Я не знаю, что такое обращаясь к праведнику, Всевышний произносит его имя дважды. Я знаю кучу случаев, когда один раз говорил. А бывало, что он говорил семь дней подряд, произнеся пятьсот восемь и шесть раз имя праведника. Но... На начало покажу вопроса. Спасибо. Знак с неба не будет повторяться? Андрей, что значит повторяется знак с неба? Вот было сказано однажды человеку по имени Белам, Верлам по-русски, да? Не ходи. Явный знак с неба уж. Открытым текстом идет. Прямо не за шифрованное послание с неба. А он хочет пойти. Ему второй раз говорят. Что ему говорят? Ну и ладно, иди. Но выполняет то-то, тот. Ему шесть раз же было сказано. Сколько раз вам было сказано? Ты уж говоришь то, что я тебе скажу. Зачем ему это столько раз говорится? Поэтому я не знаю про... Все, что связано с числами, два раза говорится, три раза говорится, четыре направления, с любым числом. Это непростая вещь. Это любителям кабалы. Иногда мы будем об этом говорить. Не знаю, да? Раби Ашо Леп Дискин. У него была история следующая. У него за столом всегда кормилось множество народу. Такой был добрый человек. Бедняки причем приходились раз в раз. Не как у того богатого человека из Лодзи, который сказал, что я один раз его прощу, второй раз прощу, он будет жить всю жизнь. У Рава Дискина, вообще-то годами жили люди. Кормились с его стола, так говорят. Кормятся с его стола. Бедняки, клан, образом старики. Евреи. Наидич говорили. Хотя, наверное, и сефарские люди тоже ему заходили. И однажды он увидел удивительную вещь, что одному старику, сидит старик, это раньше старик, да, я не удивлюсь, если старику было лет сорок, сорок пять. Это сейчас все молодые. Вот я молодой. Сидит старик, и хлеб с трудом ест, корку с трудом ест. Отщипывает, и кушает по кусочкам, и жует, жует эту корку. Корку ему было тяжело есть, наверное, зубов у него не было, не знаю. Подсел Рав Дискин к нему, прямо во время еды. Сел рядышком, трянулся, взял хлеб, и начал мякиш выбирать из хлеба на кусочки, разбирать и давать ему. И тот ел. И все видят, что Рав занимается странным делом. Как в Филиппине, да, сидит рядом со стариком и кормит его руками хлебушек для этого. Люди увидели, что он этим занимается, и предложили свою помощь. Рэбе, садитесь в голове своего стола. Мы сейчас это сделаем. Рав отказался. Рав Дискин сказал, нет, что вы свою долю в этой заповеди уже пропустили. А я от своей заповеди не откажусь. Ему нужно помочь, я увидел. Видите, он увидел. Это что, увидеть, что старик трудно ест, это знак с неба? Это не обязательно знак с неба. Цифры, шесть шестерок, или буквы на стене, или облака приняли форму. Я не знаю. Он увидел, что человек нуждается в помощи. Больше никто не увидел. Это называется знак с неба. Видишь только ты. И заповедь должен выполнить только ты. Один человек спросил его после обеда, как он вообще это увидел? Он говорит, вы что-нибудь заметили? Вы не заметили? Я заметил, я его буду кормить. Моя заповедь. А как вообще это увидели? И Рав ответил, что вообще этот вопрос надо задавать в недельную главу УВАИРа. Вот у нас сегодня недельный раздел. Почему недельный раздел УВАИРа? Там сказано, что Авраам понял глаза и увидел. Вот три человека предстоят, стоят над ним, ну, перед ним. Он понял глаза и увидел. Чтобы увидеть, надо было поднять глаза. То есть, захотеть увидеть. Кто хочет увидеть, кто в чем нуждается, тот и увидит. И этому Рав Дискин научился у своего отца. Арау Дискина, который вызвали Беньямин. Потому что Раби Ашуа Лейб был. Раби Ашуа Араф. Ашуа Лейб бен Араф Беньямин. Так вызвали. Рав Дискин был в Литве. Лита. Был раввином Большого города написано. Так я не понял, какой он не был написан у меня. И однажды он шел по улице, так рассказано про него. И увидел он грузчика. В Собель идет, как называется, грузчик. И под тяжестью своей ноши он согнулся. Нес он несколько тяжелых мешков. Тут же раввин города подбежал к нему. Всякого разговора снял верхние мешки с ним. Положил на себя. И положил на свои плечи. Тут начал протестовать. Блюйоиль называется. Без пользы. Ничего не получилось. И так они пошли. И вот люди видят, что через весь город идет грузчик, который вообще каждый день здесь ходит, согнулся под тяжестью. Наверное, он был уже и немолодой, и грузчик. А сзади него идет наш раввин. Уже немолодой раввин, главный раввин. И несет часть этого груза. Все подбежали. Рэб-рэб, мы хотели ему помочь. Он ему отказал. Сказал, что это заповедь. Пришла к нему. И он от нее не откажется. Так они шли через весь город. Носильщик, а за ним главный. Равин, города Раф Дискин. Пример из книг про Бешта. Бешт – это Бальшим Тов, зачинатель той формы хасидута, хасидизма, который развился. Это наша эпоха хасидизма в Восточной Европе. Он говорил, он не писал, он говорил, что каждый человек увидит и слышит лишь то, что ему полагается увидеть и услышать. Раусь. То, что ему положено услышать, положено увидеть. Если сейчас кто-нибудь из Москвы или из Киева мне напишет такую фразу. Да, вот я видел или слышал какую-то, ну, ничего там говорить, гадость какую-то. Это что это называется? Я плохой человек? Нет, это неплохой человек. Это совсем неплохой человек. Это нормальный человек. Но если человек переживает и не хочет этого увидеть, то не просто он перестанет это видеть и замечать плохие вещи. Ему будет и дано. Такие ситуации будут, где этого нет. Ну, ладно, сейчас мы говорим про Бешта. Полагается, ему увидеть и услышать. И все события вокруг него, этого человека, происходят, чтобы, это язык Хасидута, пробудить его, Леурер, чтобы он проснулся к хорошим делам и поднять его на новый уровень духовности, да, чтобы дать им новые испытания. Запад же пришла. Это звучит таким образом. Вывод из этого выражения Бешта, можно так сказать. Поэтому праведники не видят ничего вокруг себя плохого, потому что ничего плохого вокруг них нету. Вот. Сова Бешта. Не потому что они не видят, отвернулись, а потому что и нету. Почему? Почему причина? Почему всеушних так спасает, помогает? Да потому что они не видят плохого в других людях. Вы видите прямую связь с этим? С этими вещами. Поэтому если они видят и слышат плохое, это знак с неба, что они должны что-то подчинить внутри себя. Вы слышите? Прямо цепочка поставлена логическая. Если человек видит что-то плохое, рядом с ним происходит, он должен подчинить что-то внутри себя. Ну, мы сейчас, может быть, есть несколько примеров на эту тему. А, прямо здесь и написано. Книга Бнеисахар. Очень хорошая книга. И там, по-моему, рассказано, прям, это про самого Бешта, который увидел человека, или просто написано, что кто-то увидел человека. По-моему, прямо про Бешта. Бешта увидел человека, Баэль Шамтов, который открыто нарушал субботу. И он расплакался. Для него это было он лишь, наказание, видеть такое. Верийский народ. А в те времена это была редкость. И он это увидел. И он понял, что сам вид этого человека для него – это наказание. И он сел думать, откуда это наказание, почему оно пришло к нему. И начал все свои дела. Так написано в книге Бнеисахар. Все свои дела. Шавшев, как называется, прощупал. Просмотрел. Базу данных своих дел, да? Просмотрел. Это важное правило. Если ты видишь наказание, а для него это было наказанием, то посмотри, за что это наказание пришло. Что-то плохого сделал, что себе нужно починить. Правило сегодняшнее. Ну, одно из правил. Если ты увидел нехорошее, недостойное дело, знай, что тебе что-то нужно починить. И тоже по примеру Меда Кенагит Меда. Что было написано в книге Бнеисахар. Он начал думать и вспомнил, что однажды при нем кто-то ругал или говорил нехорошо про одного мудреца, Талмитхахама. И он бешно смолчал шатак. Раз он смолчал, то за этого теперь наказывают видом человека, который нарушает субботу. Ну, а скажите мне, пожалуйста, какая связь между Талмитхахамом, которого сейчас только поругали, и субботой? Какая связь? Вот мы возвращаемся к Торе. Мои дети сказали сразу же, прямо с места. Папа, ты что, не знаешь, что ли? В однецких местах написано. Мудрец подобен субботе. Талмитхахам думэль и шаббас. Почему, зачем-то отдельный разговор. Но раз так, ты смолчал, когда при тебе нехорошо говорили про мудреца Торе, теперь вот страдая от того, что ты видишь то, а многие люди страдают в субботу, когда нарушают субботу. И поэтому люди, соблюдающие заповедь, мучаются от того, что вот евреи ездят в субботу, а уж по их улицам, в их район, нарушают, ходят голыми, пришли в Мешаарим, слабо надевшись, туристы приехали. Это некоторых расстраивает очень сильно. Это нужно учитывать, ни больше, ни меньше. И так, услышанное обязывает того, кто слышит шуме. Не все слышат эту фразу или видят. Обязывает что-то предпринять, например, исправиться. Вот пример такой про спасение Иосефа, брата Иосефа, Рувеном. Вы помните, да? Его собрались они убивать. Написано в Береши, 37 глава, 21 стих. И услышал Рувен, и спас его от их руки. Он подрел, чтобы они его не убивали. Услышал Рувен. Что он услышал такого, что другие братья не услышали? Обязательно Тора назовет это. Она не оставит это в Медрашах. Раз было написано «и услышит, и услышал он, и поэтому спас», то значит, что-то сейчас было сказано. А, он услышал фразу. Смотрите, какую фразу он услышал. Братья сказали, когда приближался Иосеф. Вот посмотрим, что будет с его снами. Вот мы убьем его и посмотрим, что будет с его снами. Для них это была шутка. А для Рувена, для язык слов, он увидел, что с его снами что-то будет. Раз с его снами что-то будет, значит, его пророчество реальное. Значит, это с неба пришло. Они станут явью. И раз услышал только он, остальные даже не обратили внимания на это. Они сами сказали, остальные слышали. То он понял, что спасти брата – это его заповедь. Только его заповедь. И поэтому и услышал, и спас его от их руки. Другой пример. Пример такой. Трактат Танит, 21 лист. 21 лист. Первая страница. Забыл посмотреть. Забыл посмотреть, с кем это он шел, Раби Йоханан. Раби Йоханан – его товарищ. Там написано его имя было. Забыл. Пошли в другой город. Пошли они для парноса, для того, чтобы заработать деньги на жизнь. И сели не отдохнуть у стены. В тенечек отдохнуть. И, рассказано в Танит, Раби Йоханан услышал разговор двух ангелов. Млахай и Ашарет. Пришли два ангела. И один другому говорит. Слушай, давай уроним на них эту стенку. И умрут они. Убьем их. Давай их убьем. Пусть умрут. Почему? Потому что они могут учить Тору. Они учат. Они идут куда-то. То есть, он сказал так. Они. Там такая сказана. Цитата там. Потому что. Вот что-то такое похоже. Рабаре Ильфа. Что-то такое. Забыл. Двадцать лет назад смотрел это. И он ангел сказал. Потому что они оставили грядущий мир. Будущий мир. Да. Ради потребности этого мира. Давай убьем их. А второй ангел возражает. И говорит. Да не будем мы их убивать. Почему? Потому что один из них. Идгадель. Идгадель. Вырастет в Торе. И станет известным учителем. Раум будет. Раби Йоханан увидел. Что этот Ильфа. Не слышит. А он это услышал. И он понял. Что это. Обращение к нему. Значит. Учителем этим станет он. Вы слышите? Логика-то какая. Я слышу. Он не слышит. Ну, почему? Может быть, он станет. А я не стану. Нет. Раз мне было дано услышать. Значит. Это дано для. Как руководство к действиям. Он тут же поднялся. И пошел обратно. Научить Тору. Так. Спасти нам Раби Йоханана. Отсюда видим. Что с неба дают человеку увидеть. И услышит только то. Что нужно ему. А не другим. Если он царь. Нужно царству. Но это нужно ему. Как царю. Если мы видим что-то плохое. Может, это чтобы научить. Не замечать этого плохого. Не знаю. Мне что-то не нравится. Это может быть да. Но что-то нехорошее в этом предложении. Андрей. Не знаю. Если я вижу что-то плохое. Это меня наказывают. Вот это я знаю. Так написано. Пробежда. И так написана наша книжка. Я заметил плохое. Чтобы приучиться не видеть плохое. Если я заметил в человеке отрицательные качества. То надо мне его любить. Вы слышите. Я заметил не для того, чтобы больше не замечать это качество. А я заметил для того, чтобы его любить. Простить его. Сделать усилие над собой. Помочь ему. И что угодно. Но только не так. Я видел голых людей. Теперь я буду научусь не замечать голых людей. Очень даже научусь. Что это такое? Оскорение. Я не знаю. Еврейство. Ходят по нашему еврейскому району. Голые люди. Мне запрещается это видеть. Нельзя. Нельзя это делать. Не отвлекаемся. Осталось у нас 5 с половиной. Ну 6. Ну 15 минут. Да. Алина 15 минут осталась. Итак. С неба дает человеку увидеть и услышать то, что полагается ему для исправления. Для улучшения себя. Ему нужно исправиться, а не другим, а ему. А увидели несколько, значит, с целым коллективом будем исправляться. Значит, увиденное и услышанное им его обязывает к действиям. О, это называется добрый знак. С неба. Так Раши поясняет, объясняет фразу Торы ваекра. Помните, как начается ваекра? Ваекра Ашем Эд Муше. И возвал, да, Всевышний, дал услышать Всевышний к пророку Муше. Это означает, что к нему он возвал, дал услышать себя. Написано ваекра Ашем Эд Муше, это называется Эль Муше. Называется, что только он и слышал, остальные не услышали. История, которую я сегодня на сайте опубликовал, поэтому в двух словах скажу. Раби Зуши из Аниполи. Некоторые говорят, Анаполи, но написано Аниполи. С ним такой случай произошел. Он пришел в один город, пошел в синагогу, там сел, и зима была, сел у теплой печи и начал размышлять. Кто его знал, вообще-то удивился бы, вообще-то он сидит в книжках должен учиться. Он сидит размышляет над чем-то мучительным. В это время в синагогу, все это было перед субботой, пришла какая-то женщина и опрашивала людей. И его тоже опросила, между прочим, спросила, женщина вообще-то не обращается к мужчинам, но видно, что женщина тоже с другого мечечка пришла. Она сказала, не видели ли ее мужа? Муж ее ушел из дома год или два назад и не возвращается. Шел на заработки и не возвращается. Вот его приметы, вот его симоним. И все говорят, нет, никто его не знает. И вдруг Раф Зуша обращается к ней и говорит, пойди в местную гостиницу, это называется Бет Ахнасаторхим. Такое название было. Ну, понятно, что это то помещение, где люди, которые приходят в других разных местечек, такая бесплатная была, им давали еду раз в день, в субботу разбирали другие люди их, где они могли ночевать. Раф Зуша сам никогда в такие вещи не заходил, он просто спал в синагоге, прям среди книг, прям засыпал в синагоге. А он ей сказал, а пойди туда, и там своего мужа найдешь. Он не был пророком вообще-то, Раф Зуша. И она пошла и нашла своего мужа. Они просто не знали, что они в одном месте находятся. Все сказали, какое чудо, удивительная вещь. Тем более чудо, что Раф Зуша не ходил ведь, откуда он знает. И он согласился, не согласился, он не сказал, что это какое еще чудо. Он сказал, что вообще-то утром он ходил в мигу перед субботой, вообще в обычный день, почему в субботу. Пошел в мигу. И там услышал разговор между пришельцами, которые пришли с других местечек. Они остановились в этой местной гостинице. И они говорили, что сегодня пришел какой-то один человек, незнакомый человек, они никогда до этого не видели. И там поселился. Раф услышал, Раф Зуша услышал это и удивился. Обычно он никогда не участвовал в подобных разговорах. Это разговор, что не о торе. И никогда ничего подобного не слышал. И не обращал внимания даже. Может быть, Андрей прав, кто услышал. Может, нужно было и не услышать. Да нет, вообще ничего, никогда этого не было. И тут вдруг с неба было дано его ушам услышать эти слова, а в них никакой тора нет. Зачем? Вот он сидел и размышлял. Наказание это или не наказание? Что это означает? Почему это? И тут в это время входит эта женщина и спрашивает о своем муже. И он понял, что это не случайно, что единственное объяснение, решение этого пазла складывается таким образом, что муж этот вот и есть этот незнакомый человек. Он искал, и она пошла и узнала. Узнала в нем своего мужа. И это означает, что если тот, кто обычно не слушает пустых разговоров, правило номер три сегодня, если тот, кто не слушает пустых разговоров, вдруг что-то подобное услышал, а почему он не слушает? Потому что он не слушает, ему и не дано услышать. Вокруг него нет пустых разговоров. И тут вдруг он слышал что-то пустое, очевидно, что с неба ему дали указание. И о этом указании не случайно. Надо искать, сделать какой-то хэссет. На самом деле, здесь ничего особенного не сделал. Он просто взял и посоветовал пойти туда. Тоже хэссет. Он бы не посоветовал, никто бы не посоветовал. Они бы так разошлись, вообще обидно. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем с вами. Финал нашей драмы очень простой. Иногда надо серьезно относиться к тому, что мы с вами видим или слышим. Всё имеет смысл. Во всём можно увидеть некоторое указание с неба, прямую посылку пойти и что-то сделать. Только нужно это увидеть. Надо стараться. Это ещё не значит, что сидеть и как на литерализованной и слушать речи пустых людей, пустые речи, у людей пустых не бывает, речи пустые бывают, и говорить, ой, да это для того, чтобы я там помог и наколол дрова вместе с Тимуром и его командой старушки в нашем городе. Не-не, не так. Пойди на колеби всяких разговоров. Если у тебя есть возможности, если у тебя есть старушка и так далее, изучи вопрос вокруг себя. Но смотри и знай, что всё, что приходит, и ты удивляешь, и скажешь, какой случай удивительный. Это не случай. А если особенно никто не заметил, это значит тебе. И ты посмотри, что из этого можно извлечь. Какую тяжёлую работу по хэссаду, какую тяжёлую работу по преодолению нежелания своего Ецера ввязываться в помощь другим людям, можно и совершить. И с радостью эту работу соверши. Удачи вам, хороших знаков с неба, всего хорошего. Всего хорошего. Шалом, шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова